Всем привет! Это Мегуста на канале Эдим ТВ. Меня зовут Евграф. Сегодня мы с Василием отправились в бар, который называется Black Hat. Этот бар открыл Дмитрий Соколов, к которому мы уже ходили в Mr. Help and Friends. Ссылка в углу. И этот бар специализируется на роме. Собственно, на роме и ирландском виске. Вот такое странное сочетание. Там коктейли ромовые и много всего связанного с ромом, много сортов. Собственно, мы хотим попробовать именно этот аспект. Нас попросили в комментариях, я сразу заинтересовался. Честно говоря, до недавних пор не слышал ничего про этот бар. Находится он на Садовом кольце, примерно в 10 минутах ходьбы от метро Цветной бульвар. Примерно там же, где деликатес, в который мы тоже ходили. И ссылка тоже в углу. Поехали посмотрим, что там. Так же, как и в Хелпи, в котором мы были уже. Тут цены мне больше всего понравились пока что. Мы еще ничего не пробовали. Цены 390 рублей. Это такая политика Димы Соколова. А, минуточку. Общедоступные ценники. Стоп. Это прямо сейчас отмена. Все, что я сказал, забудьте. У них на сайте просто PDF-ка, меню, и там 390 рублей. А здесь 450-440. То есть, короче, цены здесь нормальные. Не маленькие. Нормальные. Ну, не супер большие, но и не маленькие. Просто мы когда ходили... Может быть, сейчас, конечно, и в Хелпи подорожало. Когда мы ходили туда... Да нет, мне кажется, плюс-минус так же. Ну, в Хелпи было точно 300... Ну, да, в основном было 390. 300 с чем-то, короче, я понял. Ну, 70-380, что-то такое. Но это было, правда, в январе мы ходили. Может, уже с тех пор, там, 5 месяцев прошло, инфляция, все дела. 450 рублей, короче, в среднем. Да, тут у меня для тебя загадка. И ниже. 450 и ниже. Все. Загадка для тебя. Давай. Что такое BHG, знаешь? BH? Может, это как PH, только BH. H. Ты меня спрашиваешь? Я расшифровал две буквы только. Я так думаю, что я расшифровал. Тут есть подсказка. BHG из трех видов ямаикского рома. Ну, понятно, что это смесь какая-то из трех видов рома. Ну, что такое BHG? BH, я так полагаю, что Black Hat. А вот что такое G, я не знаю. Нет, ни Green Bar, ничего. Я думал долго об этом, так и не понял. Я думаю, что когда подойдет официант, мы спросим. Да, да, мы спросим. Вот так вот сделаем. Вот пока не подошел официант, ваши варианты. Что такое BHG из трех видов ямаикского рома? Как это расшифровывается? Ну, что по еде тут? По еде здесь нормальное количество еды, достаточно большое. Это заведение, такое, типа, карибское, какой-то тики-стайл. По оформлению, конечно, не ирландское, не радо. Да, я тоже удивился этим нескольким. Шкафчик Джеймсон? Нет, несколько раз встретил тоже на просторах Рунета, что это, типа, смесь ирландской стилистики с тики-культурой, с прободоской культурой. Ну, это может быть, стилистика, может быть, в меню, потому что здесь ирландских вискарей, вот штук 30. Ну, это уже, кстати. И односолодовые есть, даже больше. Здесь есть куча красивых стаканов фиковских, ну, куча ромов, естественно. Плюс еще особенность этого места, кроме большого количества рома и ирландского виски, еще подают как раз в этих необычных бокалах. Многие, там, выкладывают фотки, там, о-хо-хо. Я бы перекусил бы. Я думаю, вот, пользуясь случаем, попробовать поке. Поке? Да. Поке? Вообще, забавно, что это блюдо, поке или поке, оно модифицировалось, придя в Европу, там, и Америку, и к нам. У нас Европа, наверное, скорее все-таки, чем Америка. Ну, на этой половине, да, может быть, где мы сидим. Да, да. Вот. И вообще, изначально это тупо сырой тунец или лосось, резанный кубиками. Поке – это вообще, типа, как жульен, знаешь, это нарезка. Нарезка жульен, нарезка поке. Вот, просто нарезанный кубиками сырой тунец. Все. Да? Итак, мы заказали первым делом Вайлд Гис Панч, Май Тай. И Эль Центр Дай Кири. Да. Сейчас посмотрим, как их делают. И Эль Центр Дай Кири. Мы заказали три коктейля по акции за 888 рублей. Чему очень рады. Эль Центр Дай Кири. Би-Ас-Джи, настоянный на сушеном банане сиропа, золои и серебристого эвкалипта, грейппрутовый биттер, сок лайма. Второе, это значит Вайлд Гис Панч, Би-Ас-Джи из трех видов светлого рома, ирландский тропический ликер номер один, что бы это ни значило. Сироп алоэ опять же, зеленый базилик, сок лайма. Я думаю, что мне очень понравится. Да, я взял Май Тай, а он еще один. Би-Ас-Джи из трех темных видов рома, апельсиновый курасава, апельсиновый миндальный сироп, сок лайма. Ну, почти по канонам. Так, ну Поке сам ешь. Ну, в смысле, я пока оценю Май Тай для начала. Васхитительно. Просто восхитительно. Ты будешь смеяться, но... Но это не Май Тай? Нет, это Май Тай, несомненно. Но? Для меня он слишком сладкий. Би-Ас-Джи из трех темных видов рома. Би-Ас-Джи это Black Cat Грок, как нам объяснили. Ну, то есть настойка, либо смесь трех ром. Ну да, сладковат. Очень сладкий. Понятно, что это тики, понятно, что он должен быть сладкий. Не, Май Тай должен быть намного более... Менее сладкий. Менее сладкий, более пряный. Апельсиновый курасава, ну, миндальный сироп чувствуется. А здесь же апельсиново-миндальный сироп. Ну, апельсин здесь тоже чувствуется, но для меня выпирает больше миндаль. Ну, типа ок. Для любителей сладкого. Ну, видимо, я так полагаю, судя по того, что в хеллбаре мне тоже все казалось сладким. Многое. Не все, но многое. Что-то какая-то фишка. Слушай, ну вот это тебе понравится. Это в кислинку. Вау! А это в супер кислинку. Гис панч. Мне нравится. Очень. Это вот это? Да. Вайлд гис панч? Нет, вот это вайлд гис панч. Это дайкири. Ну, дайкири должен быть кислым. А, дайкири, понятно. Эльцентр дайкири, да. А, ром, типа ромовая смесь, настойная на сушеном банане. Ммм. О, как вкусно. Это... О, это для меня самый сбалансированный. Ромовый базиликовый смеш. Очень-очень оттененный. Очень здорово. Это да. Весьма кисел. Вот этот вот вайлд гис. Дико гусевый пунш. Как тебе, поке? Восхитительно. Ну, отлично. Рис немножечко мне не нравится. Надо было брать булгур. Ну, ладно. Или киноа. Рис. Я имею в виду. Рис для лохов. Степень его. Степень чего? Приготовления. А, недоварен? Или переварен? Нет. Ну, не знаю, мне как-то. Может быть, сам тип риса мне не нравится. Именно вот этот сорт. Ну, короче. Но очень вкусно. Соус волшебный. Тунец восхитительный. Я тоже любитель поке. Поке. Лично я могу сказать, сейчас еще раз попробую. Ну, это адовая сладость. Это прям сахарный сироп практически. С алкоголем. То есть, ликер. А нет, смотри-ка, ром. Да, ром. Нет, там есть. Миндаль. Миндаля дофига там. Я вот апельсин как-то там затерялся апельсином. Ну, как дофига. Там в послевкусии такой миндаль вылезает деликатно. Я не могу сказать, что слишком много. Но я имею в виду, что то, что я там различаю, это ром, да, миндаль, да. Апельсин очень слегка. Короче, только очень сладенько. Это вот единственный недостаток. Если по степени сладости, сколько кусочков сахара поставим. Вот этому я поставлю 2 из 10 кусочков сахара и 5 лимонов. Потому что он очень кислый. Этот, на мой взгляд, самый сбалансированный. Он достаточно кислый, но это дай... То есть, этот я имею в виду, что первый это Wild Gees Punch. Нет, кажется, это покислее. По мне Wild Gees кислее, дайкири он нормальный. Вот этот кислее, чем там. Вот этот мне показался, да, чуть кислее. Еще разок. Все, попробуем. Но он более легкий такой, какой-то. У этого какая-то более ядреная кислота. Как будто он в горечь какой-то слегка даже какой-то такой вот. Лайм? Ну, наверное, лаймовый, потому что... То есть, может быть, по там... Интересно, есть шкала измерения кислоты? Наверное, да. PH? Не-не, PH это не показатель кислоты. Разве? Это какой-то... Ну, шлоп, я. ...химический показатель для описания, да, этой среды. Но там не только кислота туда входит. Химики, напишите в комментариях, что там про PH. Ну, короче, если мы, судя, меряем чисто вот кислоту, то, возможно, она одинаковая здесь. Примерно одинаковая. Но воспринимается она... Именно по кислоте, да. Но она разная по вкусу. В каждом коктейле она своя. Поэтому, да, субъективно. Вот этот, мне кажется, менее кислым, более сбалансированным, чем тот. А сколько они, в результате, стоят все эти коктейли? Без акции. Без акции. То есть у нас это 888 рублей на 3. Это, соответственно, по... Вообще, там, меньше, чем по 300 рублей за коктейль получается. Но это акции. А так они стоят 390 Wild Gees Punch. Угу. 390 же El Centro Dai Kiri. И Mai Tai 450. Баке охренне. Баке. 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 Вот это вот. Баке. Баке это то, что за нами. Раз мы... Мы надеемся за нами, а не на лицах у нас. Серьезно, очень мне понравилось. Ну, хорошо. Я рад. Верю. Вер, острые соусы. Тунец свежий, восхитительный. Я последний раз такое ел, когда домой себе его купил. Все же выловлено, наверное. Ну, практически. Но он прям был идеально. Идеального цвета, вот такого же. Почему? Это называется черный, да, танец? Ну, он просто темный. Фиолетовый. Ну, он более... Менее красный, короче. Просто обычный тунец. Я не знаю, обычный ли он. Сейчас мы еще к этим... К зоологам. Ботаникам и зоологам зайдем. А также потом логоанатом. Потому что он же мертвый уже. Обычный тунец, он почти как говядина по цвету. То есть он очень такой ярко, насыщенно красный. А черный... Я думаю, шутка будет. Обычный тунец, он как говядина. И какая-нибудь петра в конце там, нет? Ну, на самом деле, это не шутка, это так и есть. Нет, я думал, имел в виду какой-нибудь там каламбур. Типа, я как мокрая соль в соломке. В смысле, не высыпаюсь. Обычный тунец, он как говядина. В смысле? И какой-то, да. И идет какой-то факт неизвестный. А давайте, кстати, устроим конкурс в комментариях. Как-нибудь смешно закончить эту фразу. Обычный тунец, он как говядина. И дальше какой-то панч-лайн смешной. Да, должно быть продолжение. Типа, отсосил тракториста. Вау, гиспанч офигенно, мне очень понравился. И этот тоже мне очень нравится. Я не могу сказать, что мне что-то из этих трех очень понравилось. К каждому из них у меня есть вопросы. Мне два. К каждому из них у меня есть вопросы. Мне бы понравился больше всех этот, если бы он не был таким сладким. Это май тай вот этот. Я вообще люблю май тай, но зачем его так засахаривать? Вот этот ближе всего к моему идеалу из этих трех коктейлей, которые от Дайкири. Я могу сказать, какой у меня вопрос только к этому коктейлю. У меня всегда одни и те же вопросы, когда в списке идут большое количество ингредиентов. Тем более таких непонятно. У меня вопрос всегда, зачем это смешивается, потому что ты наверняка не сможешь прочувствовать все. И тут я как нуб настоящий, тоже не могу на сушеном банане, никак я не могу распознать сушеного банана. И я когда говорил об этом коктейле, я еще сказал, что я надеюсь, что я смогу здесь распознать ром и грейпфрутовый биттер. И грейпфрутовый биттер, я думаю, просто тут балансирует как-то в горячей. Ну там есть какая-то такая, да, горячинка. Вот, но банана нет, я здесь. Ну это мое субъективное мнение как бы. А вот в аургиспанч мне прям вообще зашел, прям очень хорошо. Банан вообще, я пытаюсь. Обычно, когда знаешь, что ищешь, то ты легче. Сразу находишь, да. Не обязательно, но легче. Я согласен, да. Потому что ты как бы настраиваешь на этот вкус на банан. Я даже пытаюсь найти банан целенаправленно, я не могу его почувствовать вкусно. Я думаю, что нужно взять еще. Да. Мы заказали Пейнкиллер, Стронг Энд Сторми и Рамшек Плантерс Панч. Стронг Энд Сторми и Рамшек Плантерс Панч. Так, ну я пока попробую Пейнкиллер. Пейнкиллер я люблю в оригинале, я не знаю. Тут какой-то он BH, ну то есть местный, black hat-овский. У нее сказали, что это будет сладкий? А, ну да, да, да. Выпирает попкорн. Слушай, это очень здорово. Что-то мне все-все нравится, короче. А это что у нас? Дарк Энд Сторми, да, в реале? Да, это Стронг Энд Сторми называется. Есть там, понятно, три вида выдержанного рома. Мангалор, ликер. Это что-то ореховое, как нам сказали. Тоник. Тоник-сироп, имбирный эль, сок лайма. Ну вот, пейнкиллер, ничего. Сироп из диких померанзов, я вот прям скажу, я не прочувствовал там. Вот этот очень непонятный и очень необычный. Вот этот мне пока все нравится, и все отлично. Ну да, сладковатый, конечно. Но меня предупредили об этом, что он будет сладким. И как бы все в порядке. Ого, реально стронг. Имбирный эль тут прям мега имбирный. Стронг Энд Сторми действительно стронг, но не в смысле крепкий. В первую очередь, там очень он ярко имбирный. И вот привкус, возможно, это вот как раз этот мангалор, вот этот вот такой. Он как бы это... Наверное, это орехи, я не знаю. Есть привкус какой-то, как будто травы, но, видимо, это орехи все-таки. Самый простой, самый понятный, самый вкусный из этой троицы. Для меня вот это пункт шпантатора. Ну, я, в принципе, люблю, на самом деле, пункт шпантатора. При случае себе его делаю, если что. Тут вариация, опять же, но как бы с ней все в порядке. Ну, я так считаю, да? И, кстати, меня напугали, сказали, что будет очень сладкий. Он кисловатый. И я не могу сказать, что он очень сладкий. Это послевкусие вот этого сиропа попкорна. Нет, попкорн, сам вкус мне нравится попкорновский. Да, 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 вот такой. Он действительно, что-то в нем ореховое есть в этом попкорне. Ну, типа жареность вот такая. Да, да, да. Здесь он сочетается со всем. И реально очень прикольный. То есть вот это такой интересный, но при этом одновременно простой и понятный напиток. Ну, более простой. Этот вот, этот Dark and Stormy, я просто очень люблю Dark and Stormy. Но вот этот вот привкус, видимо, как мы предполагаем, это вот этот вот мангалор. Мне вообще не нравится. И имбиря до хрена. На другой стороне, чем это не Dark and Stormy. Не какого-то... Не остроты от имбиря. Не, вот привкус этот, мне кажется, это вот как раз мангалор. Только остроты от имбиря. Из этих трех мне это больше всего нравится. Пейнкиллер. Мне из этих трех больше всего нравится пунш. Мой любимый. Вот этот реально такой, типа, на любителя. Но я, похоже, любитель. И я и являюсь. Да, потому что он действительно смелый, оригинальный такой. Вот такой левый и понюхают. Ах, люблю, как мята пахнет. Краткое снижание предыдущих серий. Первый трое цветы. Мне очень понравился, это мой номер один. Второй, Лицентра Дайкири, это номер два. Лицентра Дайкири и еще был Май Тай. Я банан там не почувствовал. Май Тай оказался сладким. Май Тай слишком сладкий. Более сладкий, чем он должен быть. Лицентра Дайкири был ничего. Май Лицентра Дайкири мне не понравился чем-то, я уже забыл чем. Мне всем понравился, потому что это... Он был кисловато. Они кисловаты, да. Но он должен быть таким был. Как на шкале. Типа, Лицентра Дайкири был очень кислый, Лицентра Дайкири был где-то посередине, а Май Тай был наименее кислым, наиболее сладким. Ну, плюс-минус так, но мы же с тобой говорили, что Лицентра Дайкири и Лицентра Дайкири, у них кислота плюс-минус на одном уровне, а разная. Да, разная кислота. Все верно. А здесь, значит, Даркен Сторми очень-очень интересный. Даркен Сторми, точнее, Стронген Сторми. Да, очень интересный. Он необычный. Если хотите приключений, того надо... Да, да, да. Попробуйте такой, такой, очень интересный. Вот этот вот простой и интересный, одновременно он такой, он понятный. То есть ты такой пробуешь его и чувствуешь... Это пункт плантатора. Пункт плантатора. И понимаешь, что здесь, да, вот этот выпирающий попкорн. Попкорн, я считаю... Маракуйя. Однозначно. Ладно. Точно здесь чувствуется. Ну, короче, прикольно, прикольно. Вот этот мне не нравится. А мне нравится. Вот, а если вы хотите... И сегодня же тебе больше всего понравилось. Такие же стаканчики хотите, custombar.ru custom-bar.ru Да. Если вам именно этот нравится, мы как раз сегодня пополнение коллекции. А рома, я так понимаю, тут в основном... А, для коктейлей, наверное, в основном Гавана. Судя по тому, что у них Гавана. Может быть, да. Но может, с другой стороны, есть миллион романов. Может, у них контракт с Гаваной и типа хорошие условия, почему нет. Ну да. Ну, то есть не из-за прессинка как бы. А, нет, ну смотри, стоит Бакардос, там все нормально. Нет, стоит у них миллион разных. То есть у них там куча сортов всяких. Выводы. Значит. Заведение прикольно оформлено. Здесь много рома. Для меня все те же проблемы, что и с хелпом. По вкусу коктейлей. То есть и плюсы, и минусы. Вот, короче, это хелп-бар. Ромовый хелп-бар. Вот прям в точности. Вот для меня так. То есть с коктейлей. Да. И вот эти вот баланс коктейлей, сладкую часть многих. Но... И цены не высокие с акциями. Здесь кухня. Здесь кухня? Там тоже кухня. Да, хелп, когда переоткрылся, да, они сделали упор. Я, короче, точно могу сказать свое мнение, что это же, ну, заведение Дмитрия Соколова. Я могу сказать, что, во-первых, спасибо Дмитрию Соколову за старое заведение. Типа там тема бар и так далее, где мы побухивали свое время. У нее есть такая некая концепция, в том числе ценами приручать посетителя пить разные такие вот... Вот такие вот напитки. Вот такие смелые напитки. Да. Типа ты приходишь, там, болеешь, да, там, типа тебе сделают, там, ну, с тебя возьмут, там, 700-800. А здесь мы вроде как делаем более массово и более бюджетно. И вот именно вот за это позиционирование я считаю, что, ну, нужно быть благодарными, что есть, в принципе, такие места. Да. То, что к ним есть вопросы... Это назначенный плюс. Да. То, что есть вопросы, как бы, это, ну, тоже, это понятное дело. Формат заведений, когда можно попить интересных вещей за адекватные деньги, это очень хорошо и очень важно. Здесь, в целом, я никогда не был, мне здесь нравится, ну, здесь все прикольно, стилистически нормально оформлено, хотя я даже, признаться, я даже не рассматривал. Он что-то вбежал так, типа, давай снимать быстрее. Ну, здесь стандартная такая, намек на тики, то есть, там, всякие сети, рыбы, вентиляторы. Я очень жалею, что не посмотрел название заведений на баррикадной, вот, в тики-стиле, которое было много лет назад, мы ходили туда с моим любимым Максимом. Для меня вот этот вот формат, он такой приятный очень. Ну, это действительно плюс. А из... Ну, не то, что открытие для меня, но я слышал, что здесь неплохая кухня, я вот одно попробовал блюдо всего, ну, прям, из напитков, что мы взяли, попробовали раз, два, три, четыре, пять, шесть, мне не понравились два. Они вот не зашли вообще, то есть, май тай, я абсолютно уверен, что он более сладкий, чем должен быть, и вот в твоем мне не понравился кокос. Все остальное, вот эта версия Даркен Сторми, это вообще мини-шедевр, потому что я не могу перестать чувствовать там лечо теперь. Я могу сказать, что мне понравилось два коктейля сегодня. Причем один из них, это вот пейнтиллер, который я пил, он мне понравился, было все норм для меня в нем. А как бы вторым коктейлем, который мне понравился, была совокупность из нескольких коктейлей, то есть в целом я уважаю... Просто нормально накатил, да? Пунш-плантатор, нет, в смысле, вот этот мне не понравился, в принципе, по вкусу, я бы его специально не пил, но я как бы уважаю выбор, я могу оценить... Да, я понимаю, о чем. Вот. Этот мне вообще не понравился, слишком кислый. Что там вы на еще брали? Короче, Wild Gees Punch, я уже не помню, чем мне не понравился, тоже помню. Кислый он. А, кислый. Тебе все либо кислые, либо слабые. Они реально здесь, ну только так и есть. Они здесь... Нет, вот этот, вот этот в балансе прям. Ну прям он вообще, ну еще раз. Ну, в этом круто... Нет, кисловат. В этом круто попкорн мне нравится. Не знаю, мне кажется, он в балансе прям вообще. Ну, короче, ну типа да, можно найти варианты на свой вкус, однозначно. Короче, первое место у меня пейнт киллер, второе место дайки. Слушай, ну все сходится. Тебе два всего понравилось, а мне два всего не понравилось. Да. То есть в среднем... И примерно те же самые грязные. Да, 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 да. То есть в среднем, ты ешь мясо, я ем капусту, в среднем мы едим голубцы. Ну вот, мы сегодня в среднем поели нормальных таких, добротных голубцов, я считаю. Да. Вполне. Да, но самый главный плюс, я считаю, это реально цены. Вот я не знаю, где еще можно удесить акции по 888 рублей за три коктейля. Это прям вообще... Шотики по 250. Ну, шотики по 250 бывают регулярно. Расположение не самое удачное в плане того, чтобы переться от... Ой, слушай, читал такой смешной отзыв, там написано... на Садовом кольце. Там написано расположение плохое, надо идти. Ну, это факт. Для Москвы, да, это ну типа такой нонсенс, короче, надо идти. Не, просто... Тут по соседству деликатесов, на которые тоже был у нас обзор. На которые надо идти, а потом еще их найти во дворах. В целом, я прям ставлю... прям... Не будем ничего ставить, все здорово. 20 из 10. Нет, я бы вот так сказал. Если вам... Если вы были в хелпбаре и вам понравилось, здесь вам 100% понравится. Если вам не понравилось в хелпбаре, здесь вам 100% не понравится. Вот так. Прям 100%? Ну, понятно, что не все не 100% в жизни, но... Это прям ромовый хелпбар. Вот для меня такое ощущение. Да. Вот у меня... Нет, тут я солидарен с этим полностью. Во всех плюсах и минусах. Вот так вот. Да. Подписывайтесь на наши группы везде, в соцсетях и на YouTube. Ставьте лайки и колокольчики. Пишите, куда еще сходить. Пишите обязательно, куда надо сходить. Подписывайтесь на Васю. А, вообще, кстати, у Васи там продается всякие стаканчики. Ой, наконец-то сайт мы открыли. custom-bar.ru Да. Ну, в общем, ссылка там в описании. Все будет. Да. И другие выпуски мигус, тут можно в углу посмотреть, там, плейлист всего хорошего. С вами были Василий. Анекдот, кстати, расскажите, свежий, свежий анекдот в комментах. Ну, реально. У нас столько заданий, людям прям... Люблю посмеяться. Итак. И химикам. Надо сначала, во-первых, химики. Не расслабляемся, кто в комментариях. Химики, биологи, математики. Пусть не расслабляется никто. Шутники, юмористы. Юмористы, вот это главное. Изнутоки баров. И алкоголики. Все же анекдот. Алкоголики все всегда в тонусе. Суну алкоголика чуток и краток. Да. Краток и тревожен. Адьес, ребята. До новых встреч. Вот этого не надо. Зачем ты оставляешь вот эти вот вещи в роликах? Вот я, допустим, мне мама смотрит иногда. Во-первых, это твои проблемы. Во-вторых, проблемы моей мамы. Нет, ну как посмотреть? Мне хочется запикать все ролики с Сережей Амельяненко. Вот так я их запикивал. А, ну там ну мат я запикивал. Ну это весело, да, я согласен. Слушай, ну как бы... Ну а ты другие-то вообще матом ругаются в открытую. Представляешь? В ютубах-то. Ты смотрел, что там творится? Да, вот это вот появился вот этот с долдыней вместо головы. Дудь. Юморист. Взять хотя бы его. И все их, и по маме, и по папе все говоришь. Наркоман падет. Наркоман. Что пудово.